шалом наши мудрецы говорят что муха она похожа на дурное начало дурное начало это некая внутренняя система человека которая борется за город который называется тело соответственно хорошее доброе начало это оппонент злого вот муха назойливая которая пытается захватить город наше тело она представляет собой дурное начало наши мудрецы говорят что героем называется тот который захватывает город причем обратить внимание не разрушает не уничтожает не сжигает город а захватывает захватить город это значит подчинить дурное начало службе на тебя вот если мы поймем функцию вот этого маленького насекомого который называется муха мы сможем победить дурное начало у мух есть уникальная способность ползти по стеклу обратите внимание не каждая насекомая может ползти по стеклу понимаете гладкая настолько стекло и она может и обратите внимание науке очень сложно объяснить какой клей держит вот эту муху на стекле иногда люди думают что они правильные гладкие как стекло прозрачные знаете что все все на виду ничего мы не скрываем все хорошо вот такой человек у нас только уверен в себя что он не может допустить что какая-то муха может вскарабкаться на него и здесь тора говорит нам не верь в себя до самого дня своей смерти то есть всегда быть начеку всегда проявлять это стекло чистить драй потому что даже из такой вот ты чистый гладкий знай что именно вот функции дурного начала карабкаться и создавать вот такие вот моменты неприятные есть еще одно качество мухи ты и прогоняешь она такая назойливая возвращается прогоняешь она возвращается что же делать с этой мухой вот когда-то наблюдал такую сцену после этого я тоже так использую вот муха какая-то есть ты открыл окно и начинаешь крутить вокруг себя полотенцем тряпкой какой-то и вот ты крутишь крутишь она летает и тут кто победит у кого есть больше настойчивость терпения ты крутишь я вот так вот как пропеллером знаете такой самолет и в конце концов поруха шеем она улетает ты показываешь дурному началу даже если она летит у меня больше сил в нашем теле муха не может сделать дыру то есть она не похожа на комара который вот сверлит она не может но как только появляется ранка тут как тут налетает муха 1 2 много ранок чем больше ранок тем больше мух будет на теле в духовном плане нельзя давать возможность мухи влетать в наши пределы не надо создавать для нее погодные условия не надо строить ворота двери не надо впускать или создавать прецедент чтобы она опускалась на нас в тот момент когда ты для дурного начала открываешь одни двери тут уже ты открыл масса ворот дверей окна форточки будет залетать масса гадостей в человека это очень важно помнить на засовы все двери и никогда ее не пускают написано в книге баришит в торе ведь если станешь лучше прощен будешь а если не станешь лучше то у входа грех лежит и к тебе влечение его но будешь ты господствовать над ним тора говорит что грех стоит на пороге у двери и у тебя задача господствовать над ним то есть не впустить этот грех к себе и в качестве примера вот против двери ворота и так далее давайте посмотрим глаз мухи последние десятилетия она была исследована учеными и они пришли просто поразительному результату глаз мухи состоит из огромного количества из тысяч маленьких глаз не повернуты все в разные стороны включая назад она видит везде все это вместе создает у нее некую панораму это просто уникальное исследование дурное начало находится везде где мы смотрим где наши глаза даже сзади знаете когда мы немножко так косимся на какие-то вещи дурное начало тоже создает вот эти фильмы найти из многих кадров поэтому нужно сохранять и охранять наши глаза глаза это источник всего глаза видят сердце искушенное стремится а потом уже идет и разум и все остальные вещи поэтому с божьей помощью прогнать не впустить победить захватить вот эту муху которая называется дурным началом шалом шалом не так а 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